что у нас сейчас готовим перевязку хотя руки немножечко протереть баска не ори нас есть кошечка мы называем буктейл кстати это ее рук лап дело в это тоже была перевязка и уже надоело что ее вечно колят лечат потому что ее было ампутация хвостах а была ампутация хвоста почему потому что кто-то когда-то ее травмировал и она потеряла чувствительность хвостика и было это непроизвольно она не сильно контролировал теперь у нас вот такой есть бобтейл она у нас вот сейчас будем делать перевязочку и наша хорошая девочка так не для слабонервных вот-вот вот сейчас такие вот условия я ее держу конечно не сильно она голову спрятала ко мне подмышку прилипла немножко чтобы не делать больно у нее чувствительности нет но тем не менее да мы не хотим сделать больно сейчас флорги к сиденьчиком это все а ну отдай другу эти мои хорошие симочка ну тема уходу сюда сейчас отдается вот такой у нас вот котик такой вот у нас хвостик тихо 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 очень аккуратно и нежно взять все теперь у нас есть вот такая вот штучка себе сим сима себе иди я немножко отвернусь потому что по-другому можем немножко дать передохнуть какие у нас нужны для изолятора ну во-первых у нас подарили нам флипчарт это сейчас я делала обработку обработка попала на него хочу сразу вытереть чтобы это все не застыла основное что в изоляторе основное это пеленки это обрабатывающим вот как лоргексидин такие вот спреи все это обязательно самый расходный материал у нас это шприцы шприцы на 2 миллилитра они просто летят буквально наверно 100 шприцов уходит но в лучшем раскладе это где-то месяца на полтора это в лучшем раскладе а зимой с учетом того что у нас дети как в детском саду да то есть один заболел пошла цепная реакция приходится многих лечить поэтому у нас эти упаковочка уходит лучшем случае на месяц одеты может недели две всего хватать то что надо то витаминчики проколоть то понятно пролечить то есть не всегда мы и колем нашим котиком какие-то такие препараты которые вот все они при смерти нет и мы часто колем иммуностимулирующие препараты тим тимочка нам надо закрыть хвостик чтобы он не это вот 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 да 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 так можно без когтей 7 7 ну ты мне уже всю руку иди сюда извини тихо 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 все все мы не рычем всего все мы сейчас просто закрутим хвостик все опять ты меня пошкрабил опять ты меня пропускание сделала да скажи ну что ж такое ну вот так скажи нашла на просторах нашего интернета дешевые шприцы они у нас конечно честно говоря сколько надо не 4 голову проморочили но в итоге они приехали это вот одна из партий о шикарные шприцы вот вот то что это вот один из вариантов которые мы любим то есть это шприц с двумя иголками это значит что если мы колем 1 1 и тоже препарат многим животным то мы можем как бы использовать шприц на два животных потому что середине шприцы препарат один и тот же а иголки разные для каждого то есть своя вот и значит будем возьмем два шприца лично и нам надо уколоть грома вода у нас углу угром на что у нас вот у нас записан гроб сегодня у нас будет антурон у гроба так для начала для начала руки влажные салфетки кстати это тоже самое расходный материал нужен тоннами не успеваем покупать потому что каждый раз особенно перед тем как уколоть животное взяться все-таки какие-то меры да они вроде антибактериальные ну можно еще хлоргексидином обработать но честно говоря я уже руки успела 10 раз обработать салфетками и в общем то в открытую рану я не лезу мусор кстати было бы неплохо если бы появилась у меня в изоляторе хорошее мусорное ведро которое бы плотно закрывалось особенно вот когда-то выкидывая шприцы и все чтобы вот наши хвосты которые здесь они не все разносили они любят залезть куда-либо что-либо достать и и в общем-то похозяйничать как говорится так я сейчас готовлю на данный момент несмотря на то что иголка да как я говорила удобно что с двумя то есть шприц двумя иголками но мне сейчас надо две совершенно разных шприца поэтому две иголочки я чистые совершенно вот отправляю шприцы потому что они пригодятся в следующий раз это вы конштейн и сейчас анфлурончик струсим антибиотичек и точнее амоксанчик и анфлурончик анфлурончик это у нас иммуностимулятор один из так для чего мы колем для чего мы колем чтобы наш дитё было здорово я хочу сказать что с того момента когда мы увидели что у него потекли глазки начал чихать подкашливать в общем-то определенная вирусная инфекция главное что полости рта была без язв без всего это очень хороший но так в общем то сейчас грубо говоря как у человека обычное респираторное заболевание которое достаточно быстро лечится если его правильно начать лечить и вовремя начать вот то же самое здесь у котов и вот уже сегодня у него кстати антибиотик последний раз потому что мы сделали уже курс и кот себя чувствует гораздо лучше процесс называется в самое сложное то сейчас опять анфлурончик он очень кайболючий это иммуностимулятор малючий все протекло очень хорошо а теперь антибиотик шикарные шприцы хорошие иголки у животное кстати можно понять сразу если кожа колется легко значить у него достаточно по что то есть у него увлажненное все у него нету потери влаги значит он у нас уже такой здоровенький да мордочка мордочка что нужно в первую очередь для изолятора первое это шприцы которые у нас расходный материал то есть вот такие вот на два миллилитра очень редко нужны на пять миллилитров но основном это двоечка и в основном это инсулиновые но инсулиновые все таки желательно с со съемной иголкой есть иголы шприцы с интегрированной иголкой они не очень нам подходят потому что там очень тонкая иголка и не всегда хорошо то есть она ломается когда начинаешь колоть животное а со съемной она чуть толще и есть такие препараты скажем да как анфлурон или другие иммуностимуляторы они очень болючие витаминный комплекс он болючий и когда мы колем его инсулиновым шприцом он мягче проходит вот что еще нам нужно влажные салфетки желательно антибактериальные влажные салфетки опять же чем больше тем лучше разный перевязочные то есть вот совсем даже вот точнее вот мало осталось у нас ватные диски что еще очень надо вот то что будет постоянно потому что особенно когда начинается весна лето и все остальное это анти блошины и вот такие вот стран холд это один из дорогих но он действует просто действует да это действительно дорого этот рассчитан для маленьких до двух с половиной килограмм животного есть которые побольше то есть нам надо разные а с учетом того что у нас их больше ста десяти сейчас котов то есть вот представьте сколько надо этих антиблошиных а летом они должны обрабатываться раз хотя бы в два месяца хотя бы раз два месяца что еще надо а мы уже сказала ведро желательно которая бы плотно закрывалась для мусора а и пленки вот пеленки пленки пленки еще раз пленки также саморасходный материал